Любое нарушение технологического процесса произошло, прибор сразу зафиксирует, покажет. Постоянно изменяющиеся графики в маленьких окошечках – это большая загадка для человека, не посвященного. Малейшее вздрагивание этой кривой расскажут грамотному специалисту о многом. Я, например, вижу результат своей работы. Вижу, прихожу, какие-то я меры сделал, поднял температуру или понизил температуру. Я сразу вижу на лицо – это качество кокса. Держать режим обогрева – это очень ответственная работа. Мне это нравится, потому что я чувствую эту ответственность. Николай Сергеевич за качество кокса отвечает головой. Светлый и с техническим складом ума. Приехал в Видное после армии. Малую родину в Тульской области променял на завод. Стоял и дверевым у коксовых машин. И машинистом коксовыталкивателя специфика производства затянула сразу. Был у нас начальник участка Савченко Леонид Григорьевич. Я к нему подошел и говорю, Леонид Григорьевич, как бы мне изучить вот это все, весь процесс? Ну, переходи к азовщикам. И перешел за 40 лет. Изучил дыхание коксовой печи. Досконально всех новичков-технологов завода подпускают к производству только после практической школы Николая Сергеевича. Даже непосредственных начальников самого Николая. Это мой учитель, самый первый здесь. Несмотря на высшее образование, Менделеевский институт, все, кто приходили на производство технологов, все проходили первичное обучение здесь. И вот Николай Сергеевич, ну, это легенд, ну, одна из легенд цеха. Потому что много-много-много у нас здесь работало, и люди были орденоносцы, и все. Ну, вот сейчас это у нас один из самых почетных, уважаемых. Здесь встретил жену, поднимал детей. На заводе нелегко, но признается, что в самые трудные для страны годы именно здесь было надежно. Развалился СССР, умирали крупнейшие предприятия, людям годами не платили зарплату. Металлурги Видного об этом знали из газет, теленовостей и рассказов. И еженедельно на руки получали живые деньги. Что домой иду, что сюда иду. Это второй родной мой дом. Потому что я вот за 40 лет до того жился с коллективом, с цехом, со всем этим оборудованием. Уже давно на пенсии почетный металлург России Николай Дулов представить себя без металлургии не в силах. Коллеги о нем говорят. Человек старой закалки. Что такое настоящая закалка? Металлурги знают не понаслышке. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.